Привет, друзья! С вами снова я. И хочу сразу же тут же сообщить эту радостную новость, весть. Наконец-то оно свершилось. Сейчас вы думаете, о чём идёт речь. Ну ладно, не буду вас уже мучить, да и себя тоже. Я приобрёл себе веб-камеру высшего качества Logitech. Logitech C920. Как я узнавал, что это самая хорошая веб-камера. Но уже давайте посмотрим, потому что у меня уже не терпится её открыть, достать, посмотреть. Что же там и как я её специально купил, чтобы вести свои видеообзоры, анбоксинги и прочее. Снимать именно на качественную камеру, чтобы всё было видно хорошо. И звук тоже был довольно хорошим. Я записываю на свой телефон, как сказать. Качество, конечно, не самое худшее, но и не самое лучшее. Ну так вот. Logitech или Logitech. Как хотите, так и называйте. C920. HD Pro Webcam. Указан логотип скайпа, ну как обычно. Снимает она Full HD 1080p. Фотокамера 15 мегапикселей. То есть это самое большое разрешение, которое вообще есть у камер. У веб-камер. Автофокус. Причём здесь автофокус не просто автофокус, а он 20-ти кратный автофокус. Стерео, запись звука с двумя микрофонами. И обработка подавления шума. Кодек H.264. Так, ну давайте откроем уже, наконец-то. И посмотрим, что же там такое. Скотчик. Скотчик. Значит, ещё хочу рассказать вам об этой веб-камере. Объектив у этой камеры. Carl Zeitz. С 20-ти шаговым автофокусом. Позволяет запечатлеть каждую деталь. Стереозвук с двумя микрофонами. Два микрофона расположены по бокам веб-камеры. Позволят всем легко узнать голос говорящего. То есть, легко. То есть, голос распознать не так уж легко, оказывается. Если не два стереомикрофона. Ну, смешно, конечно, написано. Технология Logitech Fluid Crystal. Возможность создания качественных видеозаписей и чётких фотоснимков. С насыщенными цветами и отчётливым звуком. В реальных условиях. Вот, что отличает веб-камеры Logitech. Комплект поставки веб-камеры с USB кабелем длиной 1,8 метров. Документация пользователя. Гарантия производителя 2 года. И полная техническая поддержка. Ну и, в общем, всё. Не буду вас уже мучить. И, наконец-то, вскрою. Аккуратненько достаём. В коробке больше ничего нет. Ну, значит, вот такая вот тёмная матовая поверхность у коробки. Прекрасная цветоподача. И улыбающийся мужик. Итак, значит, открываем нашу вот камеру. Закрыто пластиком. Тут я вижу шнур её. Корпус. Продолжение корпуса. И руководство пользователя видео. Книга. Вот, значит, руководство пользователя закрыто. Так, вот ещё бумажечка тут одна какая-то. Ладно, я не буду снимать. Попробую. А, нет, она снимается всё-таки. Ну, окей. Вытаскиваю эту камеру аккуратненько. Вот, что-то вот так вот всё скидывается. Просто прекрасно. Кстати, хочу вам сказать и заметить, что я специально... Почему я взял эту камеру? То, что у неё, конечно, во-первых, это высокое качество видеосъёмки, фотографий, стереозвук с шумоподавлением и крепление на штативе. Как раз очень хорошая вещь, чтобы закрепить на штативе. И теперь вот сделаем обзор поближе этой камеры. Значит, вот камера, 15 мегапикселов. Это верх камеры, перед камеры, вид сзади. И я бы хотел ещё, вот, вид снизу. Здесь какие-то вот штуки. Устройство для крепления. Так, оно двигается. Вот это вот. Тут закреплено плёнкой. Сейчас я её отдеру. Потому что нам её всё равно снимать. Отгибаем аккуратненько. Вот. И мы видим, что просто сделано просто шикарно. Прорезинено. Наклоняется. Тут выдвигается ещё одна ножка. Её даже, в принципе, можно как-то поставить на стол, что ли. Не знаю. Тут тоже плёночкой всё аккуратненько. Плёнкой заделано. Все эти изгибы и тому подобное. Очень качественно, красиво. Крепление на штатив. То есть, вот. В таком положении. И можно её закрепить на штатив. Вот так вот. Она будет снимать. Так, ну что ещё. Так, отгибается она вот так вот. Может отогнуться. Здесь гнётся. Здесь это тоже выгибается. Кабель USB. На 1,8 метра. Неплохо. Ну, здесь под этой плёночкой глянцевая поверхность. Глянцевая поверхность, которая, конечно же, оставляет опечатки пальцев. Их будет видно. Сгибы. Такая веб-камера. Что могу сказать о технических характеристиках. Обычное требование к системе Windows. Рекомендуемые требования для видеозаписи в формате Full HD и 720p. Скорость передачи и получения данных не менее 1 мегабита в секунду для формата 720p. И 2 мегабита в секунду для формата 1080p. Необходимыми для видеозаписи, конечно, желательно. Тут большие требования идут всё равно к... Высокие требования к компьютерам. Должен быть процессор. Видимо, как или стандарт, или не менее. 2,4 ГГц. Intel Core 2 Duo. Не менее 2 ГБ оперативной памяти. Свободное место на жёстком диске для записи видеоматериалов. Порт USB 2.0 также совместим с USB 3.0. Вот этот USB 3.0 совместим. Хорошо, замечательно. Значит, технические характеристики веб-камеры. Запись Full HD 1080p 1920x1080p. Это в последней версии Skype для Windows. Видеосвязь в формате 720p. Это 1280x720p. Запись видео в формате Full HD также. 1080p. Технология Logitech Fluid Crystal. Сжатие видео H.264. Объектив Carl Zeitz 20-шаговый. Автофокусировка. Встроены двойные стереофоны с автоматическим шумоподавлением. Автоматическая коррекция низкого уровня освещенности. И, конечно же, высокоскоростной сертифицированный интерфейс USB 2.0. Также с поддержкой USB 3.0. Универсальная совместимость с стативом крепления для ноутбуков, ЖК и ЛТ-мониторов. Для статива и для всех остальных тем. Рэп-камера с кабелем длиной 180 см. В общем, что могу сказать. Вот внешний обзор этой камеры. И какие-то технические характеристики. И всё, что по возможности может делать. Я вам рассказал, как заявлено производителем. Будем пробовать, смотреть, как и что. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравилось. Мне очень понравилось. По крайней мере. До новых встреч. Так. Всё хочу сказать вот об инструкции. Значит, инструкция. Всё, как я понимаю. Так, на всех языках. Есть и русский тоже. Всё полностью и подобно нарисовано. И описано. Как что ставить. Как что делать. В каких программах. Ну, подобное. Хорошо. И ещё что-то. Большая бумажка. Ему тоже что-то. Дополнительные сведения в соответствии с стандартным. То есть, газетка. Почитатель досуги. В принципе, ничего такого. Вот так вот. Продолжение следует.